Особое мнение на 101FM Добрый день, у микрофона сегодня Мария Кожевникова, а напротив меня управляющий партнер международной юридической компании Кассин и партнер и президент правления Кировского регионального общественного фонда поддержки предпринимательства содействия Олег Кассин. Олег, добрый день. Олег, ну тема горячая, сегодня мы ее на все лады тут уже обсуждаем, конечно же и с вами обсудим. Уходит Илья Шульгин, заявил об этом он накануне на совещании у губернатора, где Игорь Васильев высказал ему, так скажем, все претензии и поставил неудовлетворительную, значит, за плохую реализацию нацпроектов в Кирове. Мол, плохо Илья Шульгин поработал и все показатели вниз стащил. Могли бы на 100% выполнить, а выполнил только на 94,5%. Вот первый мой вопрос, общий такой. Хорошо это, плохо для города, что уходит Шульгин или не изменится ничего и одного такого ухода для перемен мало? Ну, безусловно, одного такого ухода для перемен мало, а то, что Шульгина ушли, ну он ведь сам захотел. Он же сказал, я ухожу и написал по собственному. Ну, то, что нам известно. Ну да, официально, по крайней мере. То, что нам известно официально, другое мы можем только догадываться, но то, что он ушел сам, он ушел сам. Ее же не уволили. Его же, скажем так, под белые ручки-то не выдели из кабинета. Это уже, в общем-то, неплохо. Одним скандалом меньше. Но, в принципе, тут город Киров в тренде. Как вы помните, ведь у нас целое правительство Российской Федерации в связи с тем, что 1 триллион рублей не освоили, ушли. Да, ну, тут то же самое. Поэтому мы все дружно смотрим на Москву и повторяем. Плохо это, хорошо, но вот мы как бы здесь. Что касается, что изменится в городе? Ну, ничего не изменится. Вот сегодня у нас мороз, замечательная погода, солнышко. Не ушел бы Шульгин, такой же был бы мороз, такое же солнышко. Только то, чему мы можем порадоваться. Конечно. Поэтому менять нужно систему. Мы никогда не устанем об этом с вами говорить. И это все понимают. Многие, да, об этом говорят на разные лады. Вот в вашем понимании менять систему, это что значит? Это первое. Выборность всех должностей. Тем более главы городской администрации, чтобы он был подотчетен не только депутатам и главе города, да, а и жителям города Кирова. Не убрал улицу. Жители города Кирова постучались к тебе в кабинет и высказали все претензии прямо в глаза. Вот это кое-что изменит. Но кроме всего прочего, ведь нужно говорить о том, что человек, который занимает столь высокую и ответственную должность, должен быть профессионалом. Он должен разбираться в городском хозяйстве. Он должен быть как рыба в воде в вопросах местного самоуправления именно в городе Кирове. Он в конце концов должен выйти на улицы нашего города и начать со всеми здороваться. Если ты приезжаешь из другого региона, это я к вопросу о варягах, не варягах, ну я думаю, что предпочтительны местные кадры. И такие люди у нас однозначно есть. Гораздо более интересный вопрос – это кто займет его должность. А есть у вас какие-то, я не знаю, ну, звучали предположения, допустим, если говорить не об этом, а вообще о вашем личном взгляде. Видите вы кого-то на этом месте, ну, из местных, из известных всем, как вы говорите? Да, конечно, вижу таких людей, которые готовы в силу своих профессиональных качеств, в силу того, что они болеют душой. Ну, например. За родной город, они, конечно же, есть. Вот те кандидатуры, которые рассматриваются, я не знаю, у вас, наверное, свои инсайдеры есть, да? Ну, вот я их не вижу главой администрации. Например, я, конечно, не согласовывал с коллегами, со знакомыми, но я вижу, например, хорошую кандидатуру Шишанов Александр, глава электропрофсоюза, да? Человек, который, как бы, разбирается в городском хозяйстве, который, в принципе, готов, я думаю, возглавить вот это без сомнения, без каких-либо там жеманства, ну, абсолютно, как бы, такое направление ответственное и, в общем-то, неблагодарное дело заниматься разваленным уже на сегодняшний день городским хозяйством. Безусловно, один человек ничего не сделает, нужна команда. И такая команда, насколько я понимаю, там, у этого, например, человека, она есть. Вот, могу продолжать. Давайте еще кого-нибудь, например. Давайте рассмотрим, например, такую кандидатуру, попросим, например, рассмотреть такую возможность Журавлева Владимира Вениаминовича. Депутат, активный бизнесмен, предприниматель, ратующий, там, всей душой, например, за городское хозяйство. Ну, пожалуйста, вот, например, такой человек. Я думаю, что этот список можно продолжать долго и долго. Ну, это ваше личное мнение, поэтому тут, да, не поскольку. Вопрос в том, что готовы ли и захотят ли они, ну, да, это вопрос. Но, тем не менее, такие люди есть. И если мы посмотрим вокруг, они, ну, ни один и ни два, ну, с десяток наберем. Людей неравнодушных и готовых в силу своей профессиональности и уже подготовки уже и жизненной тоже возглавить такое направление. Ну, это точно не те люди, которые сейчас озвучиваются, которые работают там в правительстве Кировской области. Я понимаю, для губернатора это, конечно, интересно, иметь подконтрольного себе человека. Ну, вот он имел Шульгина, подконтрольного себе человека. Что вышло-то из этого? Бесконечная кадровая чехарда, отсутствие команды. Да, он его, наверное, ему был предан. Возможно, я не знаю. Ну, вот по поводу, вернемся к истории, что ушел сам, да, что не ушли официально, все было так. И официально ушел Шульгин, сделал заявление после того, как его отчитали, значит, за невыполнение нацпроектов. Но известно о том, что Шульгин собирается уходить, стало еще, ну, разговоры уже явные. В середине января пошли об этом, но и раньше уже слухи были. Я хочу вот какой вопрос задать. Вот эта вот история с нацпроектами, вчерашняя ситуация, она была разыграна. Что это вообще такое было? Зачем нужно было сделать все вот так вот? Не знаю, как-то вот понимаете, да, о чем я говорю? Зачем нужно было вот состроить эту ситуацию, которая вчера произошла? Отчитать, вызвать на ковер, получить заявление об уходе? Ну, я думаю, что это, конечно, не экспромт. Были, я думаю, что и обсуждения, были и попытки обосновать его уход каким-то другим образом. А зачем это обоснование нужно вообще? Потому что этот вопрос уже давно назрел. Если, значит, так обсуждается и идут слухи по городу, значит, вопрос давно уже назрел. И, соответственно, его уход. В связи с тем, что, опять же, повторюсь, что провал кадровой политики и абсолютно, скажем так, отсутствие каких-либо положительных изменений. Кроме всего прочего, вы же помните, там, в конце года или в начале этого года уже некие коррупционные подозрения в связи с тем, что в прессу просочились там фотографии совместных застолий с бизнесменами нашего города. Ну, вполне возможно, вот все эти факторы сложились сейчас в одну папочку и было решено не доводить до греха, что называется, и по-собственному уйти. Потому что такие скандалы, как произошел у нас там с господином Быковым, никому не нужны. А нацпроекты-то тут зачем? Или вот, может быть, с другой стороны посмотреть, есть проблема, да, невыполнение стопроцентного плана. Есть человек, который собирается уходить. Давайте, ну, повесим на него ответственность. Конечно, ну, естественно. Ну, а что плохого-то? Ну, 94% это, в общем-то, не 50%. В общем-то, наказывать-то и не за что, особенно-то. То есть, в тюрьму сажать-то рановато. Ну, вот, пожалуйста, нашли благовидный предлог. Не было бы этого, нашли бы другой. Поэтому вполне нормально. Национальные проекты – это приоритет. Ну, вот, давайте за них и попросим уйти. Ну, 94% – это нормально. Это неплохо от плана. Поэтому это всего лишь предлог. Обсуждать это серьезно. Ну, было бы 95%, что не ушел бы. Ну, 97%, что не ушел бы, что ли. Ну, вот, ну, несерьезно. У нас сейчас перерыв. Через полминуты вернемся в студию и еще продолжим немного на эту тему. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». И сегодня его высказывает Олег Кассин, управляющий партнер международной юридической компании «Кассин и партнеры». Начали мы тему с уходом Ильи Шульгина. Хочу еще немного продолжить. Вопрос задать вот какой. Мы уже, там, поговорили о будущем, да, о том, хуже, лучше нам станет жить. А вот при Шульгине, вот эти два, там, с лишним года, да, что стало лучше, что стало хуже? Вот просто, может быть, по пунктам можете вы назвать? Я думаю, что каждый человек, кузнец своего счастья, у меня стало лучше. У кого-то стало хуже. Вы, нет, вы имеете в виду для себя это, естественно, я говорю о городе. О городе, да, ничего не изменилось. Как было, все так и осталось. Ничего нового. Ну, вот абсолютно. Как были транспортные, там, коллапсы во время каких-то, скажем так, снегопадов, так и не остались. Ну, что изменилось? Как люди вперед гололеда переполняли травмбольницу, так они и сейчас переполняют. Общественные пространства какие-то? Может быть, ну, действительно у людей там стало больше мест, где можно отдохнуть, приятно просто посидеть? Какие? Я не знаю. Все, что сделано, сделано активными гражданами и предпринимателями. Еще другого, ну, абсолютно не было сделано. Все, что сделали жители города Кирова для себя, они сделали это для себя. Не вопреки и не в заслугу городских властей, а именно сами. Поэтому вот увязывать здесь там шульгин-не шульгин, лучше, хуже, я не вижу никакой корреляции. Абсолютно. Все, что сделано, это сделано предпринимателями и активными гражданами. А был бы шульгин, был бы пупкин, ну, вот, знаете, абсолютно без разницы. Мне так кажется. Еще один вопрос на эту тему. Мы очень интересный комментарий в сети сегодня нашли, тоже его уже обсуждали в эфире. И хочу задать вам по причинам ухода, да. Прямо цитирую. Как бы то ни было, именно шульгин вывел на чистую воду тех, кто продал землю в парке Победы. Может, это и есть его главная вина? Ведь те, кто за это голосовал, до сих пор работают. Вот что думаете по этому поводу? Я думаю, что шульгина вывели, о, шульгина, по Фрейду опять оговорился, может быть, да. Вот. Я думаю, что продавцов и людей, которые попытались продать парк Победы, вывел на чистую воду, но точно не шульгин. Начнем с того, что вообще-то активные граждане нашего города протестовали против вот этой акции, скажем так, криминальной. Уже теперь ясно, что криминальной. Сразу же после того, как узнали, как стали факты известны. Шульгина здесь еще не было, поэтому вот заслуга это правоохранителей, да, и в большей степени тех неравнодушных людей, которые выходили на митинг по поводу парка Победы, который писали в сети, обращались в органы, обращались, ходили там на суд по этому парку Победы. И трясли, значит, ответственных людей, чиновников, которые должны как раз-таки были защищать общественный интерес. Вот кому надо поклониться в пояс и кому нужно сказать спасибо. Но шульгин к этому делу имеет отношение опосредованное. Как и к любому другому, который... Ну вот смотрите, вообще за эти два года действительно, ну вот так можно перечислять, да, ведь этих дел много появилось. Ну давайте тогда ему и заслугу другие, там, дела, не знаю, отставку правительства Медведева. Ну просто он в этот момент возглавлял городскую администрацию. Вот и все. Совпадение по времени. Не считаете, что все эти данные были... А он и не мог повлиять на это. Каким образом, если прокуратура, если там следственный комитет делает запросы в городскую администрацию, что он начнет сжигать документы? Ну, думаю, что вряд ли. Тем более он просто не участвовал в этой операции по отъему населения этого парка Победы. Вот и все. В тему, раз уж мы об этом заговорили, дело электронного проездного сейчас вроде бы немного уже затихло. И там есть некий итог, да, когда участники получили от трех лет до трех лет семи месяцев лишения свободы. Ну вот, опять новость появилась накануне. Свежий Кировский областной суд зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор по этому делу. Все четверо, кстати, подали апелляционные жалобы. При этом все четверо каялись, что они поступили неверно. Все признали свою вину. Никулин записал видеообращение, извинился перед жителями. Все говорили, что готовы теперь искупить содеянное. И что мы видим, да, апелляция, ну, обычно подается для того, чтобы еще там сильнее смягчить свое наказание. Вот я с двух сторон вас хочу спросить. И как юриста, то есть понимая, что они имеют по сути на это право, да, это такая процедура, вот что эта процедура им в дальнейшем может дать? То есть для чего они это делают? Смягчить приговор, избежать вот тех сроков, которые им сейчас присудили. Они действительно, правильно вы говорите, имеют на это право. Но, значит, в общественном сознании факт это свершившийся. Их осудили, они свою вину признали. И если они смогут сами ли с помощью юристов смягчить свое наказание, я в этом большой проблемы не вижу. Либо там оставят в силе приговор, либо будут смягчать. Вот все равно. Главное, они свое получили. Это обвинительный приговор. Главное, еще какой-то части населения, в том числе и Кировской области, стало понятно, что они делали плохо. Что они нарушали закон. И пытались не просто нарушить закон, а отобрать у жителей города Кирова вот те скромные копейки, на которые те существуют. Воруют-то не у города, воруют-то у жителей Кировской области и города Кирова. Вот что нужно понять всем людям, когда случаются такие дела, когда произносятся приговоры такие, когда люди раскаиваются. И правильно Никулин записал, и правильно он извинялся-то перед жителями города Кирова, потому что он-то прекрасно понимает, у кого... Они еще и избиратели Никулина. Ну, все мы избиратели, все мы обладаем таким правом, ну, не все пользуемся. Но вот я еще раз говорю, что нужно всем понимать. В любом случае, когда вам становятся известны факты коррупции, значит, воруют-то не у государства, не из бюджета, воруют у вас. Залазят вам в карман. Поэтому надо сто раз, когда вы подходите, если вы подходите к избирательной урне, подумать, за кого вы голосуете. А я вам напомню, что Никулина, ну, если я правильно помню, там, или же с ним выбирали-то, как бы, скажем так, за 500 рублей, если вы помните, да. Так вот, когда вы берете 500 рублей, чтобы проголосовать за какого-то кандидата в депутаты, пусть и местного, вот имейте в виду, что вас будут обворовывать, и не на 500 рублей. Поэтому вот у нас есть такое право избирать. Вернемся к апелляции. То есть вы там какой-то моральной здесь ни с цивковки не видите? Нет, это технические, скажем так, ходы. Юристы отрабатывают свои деньги. А, опять же, они, как граждане Российской Федерации, гражданство их никто не лишал, они в этом смысле не поражены в правах, они имеют право заявлять импельцовую. А можно ли, как думаете, можно им еще на что-то рассчитывать? Конечно. Конечно, можно. А реально видится вам еще какое-то смягчение? Я не знаю, материалов дела я не видел. И, честно, не интересовался. Думаю, что да. Что-то им скостят хотя бы кому-то. Еще говорят многие, что они рассчитывают на... 75-летие Победы. Да, да, да. Ну, как бы это ни звучало, что Парк Победы и 75 лет Победы, но, тем не менее, имеют право на это рассчитывать. Это две вещи. Ну, так совпало, скажем так. К другой теме мы перейдем. Еще одна наравне с Ильей Шульгиным такая же. Горячая. И сегодня мы узнаем, ну, по крайней мере, должны узнать, как нам обещают в правительстве. Сегодня в два часа, то есть буквально через полчаса, будет озвучена новая стоимость проезда. Была уже названа максимально возможная сумма, которую посчитали в РСТ. 26 рублей. Это, замечу, рост на 4 рубля. Это 20 практически процентов. Сегодня тариф будет окончательно утвержден. С 1 февраля, как заявлялось, он уже должен начать действовать. Ну, посмотрим. Сегодня скажут. Отсрочат, не отсрочат. Или там уже вот буквально с субботы мы начнем платить больше за проезд. Первый вопрос, наверное, вот такой. Ну, на 4 рубля это, правда, большой рост. Вот насколько это верно, может быть, я не знаю, оценить со стороны людей, ну, это понятно, да, это сложно, это плохо. Может быть, оценить с другой стороны, со стороны власти, вот это вообще правильно, вот так вот тянуть, потом резко поднять на 4 рубля, не поднимая, допустим, каждый год понемногу. Вот почему так? Вот почему так, я, конечно, вам не скажу. Не я эти решения принимаю. Но, тем не менее, я хочу сказать о том, что поднимать вот на такую услугу социальную, стоимость проезда, она является социальной услугой, нельзя. Ну, вот в сегодняшних условиях, когда у нас бюджет профицитный, и федеральный, и региональный, ну, с чего вдруг? Ну, по крайней мере, так называют его. Профицитным. Он реально профицитный. Ну, деньги же мы не можем потратить. Возьмите, вот, я не знаю, там, этот же фонд капремонта. Ну, не могут же потратить деньги. Ну, фонд капремонта фондом капремонта, да? Ну, ладно, хорошо. Но, тем не менее, я говорю, что на сегодняшний день никаких оснований для того, чтобы поднимать плату за проезд, их нет. Да, есть история, при которой там перевозчики недовольны оплатой своих услуг. Но они не просто недовольны, они говорят там об убытках, да? Да, ну, я согласен. Так и давайте из бюджета им добавим. Давайте так сделаем. Ну, с населения-то зачем обдирать-то их уже вообще в копейку-то? Это не надо делать. То есть, на ваш взгляд, цена проезда не то, что там на какие-то небольшие, на какую-то небольшую сумму не должна быть повышена. Она вообще не должна быть повышена. Более того, я думаю, что она должна быть снижена. Потому что на сегодняшний день это социальная услуга, которую мы предоставляем населению. Бюджет предоставляет населению. Мы вполне имеем все возможности не только не повышать, но и снижать. А вот повышать следует качество. Опять же, тех же социальных услуг. Ну, давайте поднимем на все тогда стоимость услуг социальных. Давайте будем брать в школе больше денег, в здравоохранении. Ну, куда мы так придем? У нас социально ориентированное государство. Это декларируется на всех уровнях власти. Поэтому, раз мы назывались социально ориентированным государством, тогда будьте любезны, найдите способ не поднимать плату за проезд. Но, тем не менее, сегодня мы, скорее всего, услышим другие слова. Вероятность такая есть. Я их скажу. Однозначно, люди, которые принимают такие решения, они не правы. Можно и нужно снижать плату за проезд, а ее не повышать. Потому что деньги в бюджете есть, и их можно найти, их можно изыскать, сэкономить, в конце концов. Ну, то есть, вы к тому ведете, правильно я понимаю, что это вопрос ответственности, вопрос имиджа тех, кто такие решения принимает. Конечно. Если мы принимаем такие решения, то мы тем самым показываем и себе, и это люди должны понимать, те, которые принимают это решение, что мы никакое не социально ориентированное государство, мы будем зарабатывать на вас, жители города Кирова, как сможем. И крутитесь, как хотите. Нет денег, ходите пешком. Есть деньги, ну, вот садитесь и получайте услугу. Не очень, кстати, скажем так, сервис еще отлажен, но тем не менее. Просто еще раз повторюсь, все повторяют за Москвой, а в Москве как-то сказали в прошлом году, что люди новая нефть. В том смысле, что будем добывать средства в бюджет из людей. И последнее там московские назначения, в том числе премьером нашего правительства главного налоговика, говорят ровно об этом. И региональная, и муниципальная власть очень внимательно следит за тем, что делается в Москве. В этом смысле поговорка «Рыба гниет с головы» абсолютно справедливо. И региональная власть, и местная находятся в полной гармонии с московской. Поэтому как те поступают, так и эти поступают. Что мы тут ждем? Мы сейчас сходим на рекламу на две минуты, вернемся и продолжим наш разговор. «Особое мнение» на 101FM Да, это действительно программа «Особое мнение» и высказывает его сегодня управляющий партнер международной юридической компании «Кассиный партнер» и президент правления Кировского регионального общественного фонда поддержки предпринимательства содействия Олег Кассина ведет эфир Мария Кожевникова. Олег, ну вот фонд поддержки предпринимательства содействия, да, поэтому я думаю, что в разговоре с вами не могу я обойти еще одну новость недавнюю о том, что Николай Липатников президент Вятской торгово-промышленной палаты много лет бессменный руководитель, да, он все-таки решил уйти и вместо себя он предложил кандидатуру Андрея Усенко своего, ну, заместителя, так скажем, да, вице-президента палаты. Вот такой же вопрос, в общем-то, как я уже задавала вам насчет Шульгина. Хорошо или плохо это для предпринимательского сообщества? Я говорю и об уходе Липатникова и о приходе Усенко. Повлияет ли как-то это, не знаю, на то, что будут к палате прислушиваться меньше или больше? Палата сможет решать какие-то проблемы предпринимателей лучше или хуже? Вот что касается отставки Николая Михайловича с глубоким уважением, там, отношусь к данному человеку, знакомым мы с ним давно и всегда конструктивно общались. Я думаю, что причины его ухода и отставки, ну, в принципе, мог и дальше продолжать возглавлять палату. Я думаю, что энергии и жизненной мудрости ему не занимать, ну, вот понятие, он как человек мудрый, мне кажется, он, наверное, об этом, конечно, никому не скажет, но одним из мотивов, почему он уходит, это предстоящее изменение как раз-таки в политическом строе Российской Федерации. Он ведь очень близок и к тем кругам, где принимаются такие решения, в том числе о конституционной реформе. Мне кажется, он как человек мудрый, тонко чувствующий, он понимает, и тем более он же был здесь представителем или доверенным лицом президента Путина. И часть работы по внедрению, скажем так, в умы массы людей Кировской области вот этих всех мовшеств в конституционный строй Российской Федерации было бы доверено ему. Но как человек мудрый и понимающий, что еще позорить свои седины вот этой поддержкой, отказаться он бы точно не смог, того, что сейчас происходит и будет дальше происходить. Мы идем по пути изоляции от мирового сообщества, это однозначно, это не наш путь, мы должны наоборот интегрироваться в процессы, которые происходят в мире, мы должны брать самое лучшее, мы должны развивать свою демократию, а у нас тренд сейчас в обратном направлении, я думаю, что он это точно понимает и поддерживать он это, я думаю, что точно бы не захотел, но и не захотел, и не стал. это говорит о многом, то есть такие люди они прекрасно чувствуют и понимают и знают, что будет через месяц, через два, а через месяц или через два там все активнее и активнее нам будут рассказывать о том, как сейчас должна выглядеть Россия, но это точно не самый лучший вариант развития событий. К сожалению, мы здесь на это повлиять сильно не можем. Решают другие люди и в другом месте, в Москве это все решается, в узком круге лица приближенных президенту к теперешнему. Ну, то есть мы пришли, правильно я понимаю, к тому, что вообще речь не о помощи предпринимателям и не о чем-то таком политике, политические, очередные политические мотивы. Да, я к этому вас и подвожу, к тому, что изменится с тем, что Николай Михайлович уйдет и вместо него будет Андрей Леонидович. Ну, скорее всего, ничего опять же не изменится, хотя Андрей Леонидович прекрасный человек и общественный деятель с большой буквы, не знаю, как насчет предпринимателя, но больших-то огромных таких влияний вятская торгово-промышленная палата на положение дел она же не имеет. Мы можем только высказывать свое довольство или недовольство какими-то решениями политическими, но вот управлять ими мы, к сожалению, не сможем. при всем уважении как бы к вятской торгово-промышленной палате к Андрею Леонидовичу и к Николаю Михайловичу. То, что будет Андрей Леонидович прекрасно, мы хоть этого человека знаем, мы с ним общаемся, мы можем с ним разговаривать. Ну, хорошо бы, чтобы он им был президентом ВТП, но, я так понимаю, решение-то еще не принято. Ну, пока да. Ну, вот посмотрим. Если он, ну, прекрасно. По крайней мере, я говорю, что мы знакомы и знаем, что от него ожидать, он действительно там всеми своими ресурсами и возможностями интеллектуальными, которые у него есть, да, в том числе он же у нас в общественной палате Российской Федерации, представителем от Кировской области, он будет точно содействовать малому и среднему бизнесу, но насколько это удастся, не от него это зависит. Ну, вот у нас был Азиз Агаев накануне в особом мнении, и вот он высказал мысль, вот как раз то, о чем вы говорите, нельзя, плата не может влиять, ну, как, не может менять какие-то решения, да, но она может выражать там довольствие или недовольствие, вот о чем говорит Азиз Агаев, что это недовольство, оно может быть, ну, немножко другим, нежели там оно высказывается сейчас, оно может быть жестким, резким, а не таким, что, ну, да, конечно, повышать налоги плохо, особенно если делать это резко, давайте будем их тогда, ну, не знаю, в год на один процент повышать, ну, то есть Агаев говорит о том, что не должно быть такого соглашательства, должен быть более резкий отпор, вот этого он ждет от Палаты. Прекрасно, если так будет, это будет замечательно, но я думаю, что и этот резкий отпор ничего не даст, просто поменяет президента, будет не Усенко, а будет другой человек, если будет резко высказывать, а так, в принципе, мнение там региональных каких-то местных элит в Москве вообще никому не интересно, решают генералы там, и чиновники, все, на этом точка, то, что мы с вами будем тут кричать и ходить с флагами, кстати, это нужно делать, это в любом случае, это то, что мы можем сделать, это нужно, но это на погоду никак не повлияет, но это делать нужно, другого выхода у нас, к сожалению, нет. Нужно почему? Нужно просто потому, чтобы самих себя уважать, потому что когда-нибудь все это кончится, в силу естественных причин, уйдут одни люди, придут другие, и вот на момент, когда будет меняться, что называется, тренд, и в политике, и в бизнесе, мы должны себя сами уважать, что мы делали в 2020 году, чтобы в 2030 году было немножечко лучше, мы можем смотреть спокойнее своим детям в глаза, когда они подрастут, когда они к нам подойдут и спросят, папа, а что ты сделал конкретно, когда вот это все происходило, когда строили там Мородыковские, когда принимали решение, а папа что? Папа даже на митинг не сходил, понимаете? Вот как раз к вопросу, который я хотела задать, но не задала, кировчане проводят пикеты по поводу повышения цены на проезд, и накануне был пикет, и до этого они были, пикеты проводят, понимая, что в принципе решение это принято будет, и об этом нам уже заявили, но прям вот Михаилов, глава РСТ, он прям вот сказал, ну мы точно поднимем, ну вот нельзя по-другому, а люди все равно продолжают выходить на пикеты, вот это как раз... Это вопрос к собственному самоуважению, так надо делать, мы все граждане России, все душой за Россию болеем, и тем более за свою малую родину, мы по-другому не можем, и так надо делать, пусть за это наказывают, возможно даже, пусть это как-то отражается там, на нашей дальнейшей карьере, но нужно говорить правду, говорить правду в лицо, ее говорить просто, и это делать необходимо. Если все будем молчать, мы как детям своим в лицо, потом в глаза будем смотреть, когда они к нам спустяное количество лет подойдут и спросят. Мне кажется, только поэтому. Ну и это самое важное, пожалуй, для любого человека, тем более там для мужчин. Три минуты у нас еще есть, еще одну тему успеем поднять. Вообще вот, ну не сама ситуация, не оценка самой ситуации, а вот, может быть, ну опять же, системы, да, то есть почему это происходит. Буквально на днях произошла трагедия в Перми, помните, наверное, да, где в гостинице погибли несколько человек из-за прорыва теплотрассы. До этого в Пензе машина провалилась в яму с кипятком. Вроде бы заявили наши коммунальные службы о том, что да, чтобы такого не было в Кирове, мы начинаем проверки, проверили там детские площадки и парковки, сказали, перенести, потому что они, значит, на магистральных теплотрассах, пошли по подвалам проверять подвалы. И вот буквально, по-моему, ну не знаю, мне кажется, неделя с пермской трагедии произошла, прорывается теплотрасса у нас, и вот мы читаем информацию о том, что пострадали, по разным данным, четыре или шесть человек, обварили кипятком ноги. И возвращаясь снова к вопросу своему, почему так происходит, почему так устроена работа, что ничего. У меня по этому поводу есть ответ. Далеко там ходить не надо, давайте возьмем европейский опыт. Если бы это произошло в любой из стран Европейского Союза, то тех людей и компаний, которым принадлежат эти теплосети, это такие бы гигантские иски о вреде здоровья поступили в суд, и суд бы присудил эти деньги, что все, они бы встали на грань разорения, и больше бы они никогда не вышли на рынок, просто потому что их бы разорили судебными исками. Но, к сожалению, на сегодняшний день те владельцы там сетей... Я, наверное, даже тут не только о сетях бы стала говорить, вообще о каких-то подобных историях. Я вам вообще и говорю, то есть это будь то там, не знаю, общественным транспортом, да. Кемерово магазины, да. Конечно, да. Все что угодно. Соответственно, так бы, такие бы были гигантские иски, и суд бы присудил. И взыскал бы, что самое важное, там эти деньги, что точно не повадно бы всем остальным было другим и предпринимателям, и непредпринимателям, и государственным структурам, и муниципальным делать вот так. И халатно относиться к своим обязанностям. Потому что сейчас, если хватит возможностей и финансовых, в том числе у тех людей, которые там получили травмы, скорейшего им выздоровления, хотелось бы пожелать, обратиться в суд, это тоже не дешевое удовольствие. И с каждым годом оно становится все дороже и дороже. Вот судебная реформа проходит, и все время дороже и дороже становится обращение в суд. Ну, нет времени рассказывать, я бы вам поподробнее рассказал, но тем не менее, еще раз, суд присудил бы такие огромные денежные штрафы и компенсации моральные, и вреду здоровью, что все, они бы разорились. И все остальные, глядя на этот пример, уже вперед подумали бы, как нужно оказывать услуги, как заниматься безопасностью, и как наладить сервис, который надлежит налаживать. Пожалуй, вот такой ответ. Заканчивается наше время и наша программа. Олег, спасибо вам большое за эфир, доброго вам дня, и доброго дня всем слушателям. Благодарю, до свидания. Особое мнение на 101FM